И снова к скандалу вокруг рейдерских атак на рынке нефтепродуктов. Подробности уже рассказывали об иске ранее неизвестного фонда преодоления последствий Васильковской трагедии к украинским нефтепреработчикам. Якобы в защиту пострадавших от пожара на нефтебазе в 2015 году. Однако юристы и эксперты обвиняют фонд в мошенничестве и попытке нажиться на чужом горе. Сегодня руководители фонда устроили у стен нашей редакции акцию, требуя от подробностей опровергнуть данную информацию. Подробности в материале. Получить компенсации и наказать виновных в пожаре на нефтебазе под Васильковом в 2015 году. С такими требованиями сегодня под стенами редакции подробностей собрались несколько десятков человек. Митингующие представились с жителями Василькова и окрестностей. Говорили, что лично пострадали от событий трехлетней давности. Говорят, вышли на митинг после нашего материала о фонде преодоления последствий Васильковской трагедии. Однако интересно, что акцию еще вчера анонсировали именно в фонде. На своей странице в фейсбук об этом написал его голова Олег Верник. К нам попало и видео, на котором организаторы митинга обещают некоторым из участников деньги. Надо будет полтора часа сейчас постоять, покричать, раз его чумное вести, я за полтора часа буду поступить на него. Я потом деньги разобью, и уже вам тогда остаток, то, что надо будет, выдан. Организатор митинга Олег Верник обещает людям 1,2 млрд гривен. Именно такая сумма иска, которую якобы общественный активист подал от имени трех тысяч жителей Васильковского района. Откуда такая цифра и какими документами подтвержден иск, говорить не берется. Мы współпрацювали с Ассоциацией психологов Украины. Цифра, что была нарахована компенсацией за психологическими методиками опитывания на каждого, была помножена на 3048 людей, которые склали наш фонд. Однако юристы и эксперты рынка нефтепродуктов винят руководство фонда преодоления последствий Васильковской трагедии в мошенничестве и попытках нажиться на чужом горе. Не исключают, за фондом может стоять экс-министр энергетики при Януковиче Эдуард Ставицкий, активно пытающийся вернуть свой бизнес на рынке АЗС. Большинство участников рынка склоняются к этому, что это как раз является одним из бизнес-активов Ставицкого. Прикрываясь такими организациями, некоторые политические силы набивают себе капитал. Организатор митинга Олег Верник ранее поддерживал тесную связь с еще одним приближенным Януковича Дмитрием Табачником. Близко дружит и со скандальным российским политологом Алексеем Кочетковым, называвшим Майдан сборищем нацистов. Юристы уверены, действует псевдоактивист далеко не в интересах людей. И свои деньги жители Василькова не получат. Есть по-настоящему патриоты, которые отстаивают права граждан, а есть вымогатели. Они шантажируют как застройщиков, как бизнесменов, дискредитируют действительно настоящих гражданских активистов, которые борются за то, чтобы у нас в стране что-то наладилось, а не просто как вымогатели. Кто именно стоит за фондом преодоления последствий Васильковской трагедии, и кто пытается нажиться на горе людей, вскоре могут выяснить правоохранители. Украинские нефтетрейдеры и операторы СС уже готовят обращение в ГПУ и МВД. Константин Редин, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова